Октябрьская библиотека номер 2 имени Николая Кузьмича Жернакова представляет видеопрезентацию улицей Архангельска рассказывает, улица Тимми. Название улиц – это живая история города. Каждое имя улицы или проспекта – отдельная страница, прочесть которую интересно и архангелогородцу, и человеку-приезжему. Раньше широко была распространена практика давать улицам имена по названию церквей, которых было немало в любом русском городе. Церкви тогда были приходские, то есть строились в складчину жителями прилегающих кварталов, а потому были для них домашними, отсюда и название улиц – Воскресенская, Успенская, Благовещенская, Рождественская. В Архангельске церкви стояли по набережной, и высота их от Смольного Буяна и от Кузнечихи постепенно нарастала к центру, так было принято. Самыми высокими объектами в городе были Колокольня Троицкого собора и сам собор. Выше собора возводить постройки в городе в те времена не разрешалось. Надо сказать, что названия улиц, полученные от наименования церквей, имели в большинстве случаев народное происхождение. Ведь до середины XIX века официальных названий улиц в Архангельске не существовало. Почтовый адрес было принято писать так – Архангельск, собственный дом такого-то. Поэтому, когда в городе появилась потребность присваивать улицам имена, многие народные утвердились официально. Старинное название Архангельских улиц просто уникальны. Например, Поморская улица. Первоначальное ее название – Буяновская. От старинного русского слова «Буян» – «Пристань». Тогда улица начиналась прямо от реки, где стояла пристань, в которой швартовались суденышки, связывавшие город с островами. Особой оригинальностью отличались улицы в Соломбале, ведь соломбальцы были немного пижонами, ходили в загранплавание. И название улиц там соответствующее – датская, французская, прусская, английская. На месте нынешнего театра драмы стоял Троицкий собор, образовывая Соборную площадь. Идущая от нее улица, нынешняя Карла Липтнехта, соответственно, называлась Соборной. Город заканчивался монастырем, и прилегающая к нему улица именовалась Монастырской, а нынешняя улица Урицкого называлась Архиерейской. Подобным образом возникли и театральная, и банковская Кирочная улица. На полицейской размещалась городская полиция. Садовая получила свое название от прилегавшего к ней Александровского сада, территория нынешнего стадиона «Динамо». В послереволюционные годы процесс переименования Архангельских улиц пошел наиболее активно. Ломались вековые устои. Старый город приспосабливался к новому, социалистическому строю, который диктовал свою политику. Церкви все снести, название улиц сменить. Новая эпоха выдвигала новые имена. Так появились проспект Павлина-Виноградова, улицы Чумбарова-Лучинского, Кедрова, Красных партизан, Урицкого. 29 сентября исполняется 130 лет со дня рождения Якова Андреевича Тимми, одного из организаторов и руководителей Архангельской большевистской организации. Его именем названа улица в городе Архангельске. Улица Тимми расположена в привокзальном микрорайоне города, пересекает Воскресенскую улицу, соединяет улицу Гагарина и Урицкого. На ней расположена туристическая гостиница «Беломорская» и кинотеатр «Русь». Яков Андреевич Тимми родился 29 сентября 1894 года в семье латышского батрака. С 14 лет он начал трудовую жизнь, помогал семье, работал на торфяных разработках, каменщиков на стройках. В 1912 году стал членом подпольного кружка «Колокол» организации 5-го Балтийского района Риги. В 1913 году вступил в члены РСДРП. Он участвует во всех политических митингах, забастовках, занимается самообразованием и много читает. В начале 1915 года его избирают в Риге членом районного комитета партии. Весной 1915 года Рижский профсоюз транспортных рабочих принял решение направить в Архангельск на работу из оккупированных немцами прибалтийских портов большую группу рабочих. И летом из Риги и других городов на север прибыли несколько тысяч человек. Среди приехавших были члены социал-демократической партии, в их числе и Яков Тимми. Приехавшие в Архангельск члены латышской социал-демократической партии оказали заметное влияние на деятельность местных большевиков. После февральской революции большевики вышли из подполья и в начале марта был избран первый легальный комитет городской организации РСДРП, секретарем которого и стал Яков Тимми. Тимми вошел и в состав Первого Архангельского совета рабочих и солдатских депутатов. В этот период им проводится большая разъяснительная работа среди лесопильщиков, транспортников, военных моряков и солдат местного гарнизона по вопросам разногласий между большевиками, меньшевиками и эсерами, об отношении к Временному правительству, о войне и мире, о подчинении партийному центру. Эти разногласия привели к созданию самостоятельной большевистской организации. Оформление ее и состоялось 10 июня 1917 года. Влияние большевиков в губернии росло. Тимми был секретарем большевистской фракции, затем был избран секретарем губы сполкома. Был заведующим агитационно-пропагандистского отдела. На болезнь брюшной тиф и напряженная работа подорвали его силы. Товарищи по работе отвезли его в Великий Устьюг, где он узнал о захвате 2 августа архангельской интервентами. Немного оправившись от болезни, Яков Андреевич сразу же включился в работу. Тимми налаживал пропаганду в войсках противника и среди населения оккупированной территории. Под его руководством действовали специальные уполномоченные губкома партии и губисполкома, которые подбирали группы агентурных разведчиков, распространявших во вражеском тылу листовки, брошюры, создававшие ячейки, организовавшие массовые переходы мобилизованных белых солдат на сторону Красной Армии. После освобождения Севера от интервентов и белогвардейцев Тимми опять работал в Архангельске. Он был председателем комиссии по чистке партий и провел большую работу по улучшению качественного состава организаций. Здоровье его было подорвано и тяжелая болезнь, туберкулез легких свалила Якова Андреевича с ног. Несмотря на то, что жена смогла увезти его с севера на юг в Сухуми, 17 ноября 1922 года его не стало. Было ему всего 28 лет. Если вас заинтересовала данная тема, предлагаем рекомендательный список литературы. Спасибо за внимание. Продолжение следует...